Глядя как российская оппозиция, Альбатс, Латынина и другие, а теперь вот и Собчак, яростно критикует Петра Порошенко за запрет российских соцсетей, вспоминается бородатый анекдот. Американец, у вас в СССР нет свободы, вот у нас любой может выйти на лужайку Белого дома и ругать президента Рейгана. Житель страны Советов у нас тоже любой может выйти на Красную площадь и ругать президента Рейгана. Однако не до смеха, страна-агрессор с 2014 года и по сей день убивает украинских граждан, а российские противники Путина не находят ничего лучшего, как учить украинцев жить и строить правовое государство. В то время как их собственное государство давным-давно перешагнуло черту изгоев и превратилось в общемировое пугало, которое является не просто спонсором, а прямым источником терроризма, массовых убийств и агрессивных воин, лишающих крова и жизней тысячи людей по всему миру. Прямо сейчас, вчера и сегодня поступают сообщения о раненых украинских солдатах, находящихся под обстрелами на Донбассе. Не хотят ли псевдо-оппозиционеры РФ записать видеоролик и выразить соболезнования семьям бойцов и мирных жителей Украины, погибших за последнее время из-за того, что Россия не устает снабжать российско-сепаратистскую ВОЖ оружием, ресурсами и зарплатами? Скажем прямо, дело здесь даже не в том, что террористический ФСБ и впрямь может воспользоваться в своих корыстных целях блокируемыми соцсетями. Смотрите на ситуацию шире. В действительности речь идет о том, чтобы и Украина, и все мировое сообщество наотрез отказались от покупок российских товаров, как таковых, от нефти до IT-продуктов. Тотальная торговая эмбарго. Вот о чем речь. Это единственно правильный ответ выродкам, которые шантажируют мир ядерным оружием, взяли в заложники несколько народов, сбрасывают на них артиллерийские и авиационные снаряды, сбивают гражданские самолеты, а потом лгут с телеэкранов про борьбу с хунтой и террористами ИГИЛ. Ничего не могут вызывать, кроме омерзения. Такая страна и такие ее граждане, которые организовали все это, либо поддерживают пассивно или активно, не чуя своей ответственности за убийство, насилие, дезинформацию и нарушение всех мыслимых международных законов. И худшее, что может сделать в таких условиях экс-ведущая Дома-2, это читать нотации украинскому президенту, потому что это плевок не в президента, а в целый украинский народ, принявший на себя один из главных ударов со стороны мстительного, завистливого, бесплодного, полумертвого кремлевского режима. Пропагандистка. Иначе бы ей никогда не быть и не сидеть на ТВ. Посмотрите, что настоящие оппозиционеры туда категорично не пускаются. Повторяюсь, настоящих антипутинцев там попросту нет. Поэтому каждый из сидящих на том или ином месте при необходимости вбрасывает нужные месседжи. В ее случае это всегда тонко и точечно, но это ничего не меняет. Все они обыкновенные строители русского мира в кавычках на разную аудиторию, потому и подходы варьируются по толщине оболванивания. Ее аудитория молодые и глупые. Им очень хорошо и удобно на этих своих застолбленных нишах. И только лишь когда реальность разбивает этот придуманный иллюзорный мирок в пух и прах, а происходит это неизбежно, как только САПШ покидает границы РФ, они частично приходят в себя. Иногда посмертно, иногда в полумертвом состоянии, а никакого другого лечения от русского мира нет. Только такой. Да, он, наверное, не очень гуманный, но и расшизм очень далек от гуманизма и цивилизации. Так что, по делу. В конце мне хотелось бы озвучить только два поста, под которыми лично я бы подписался. Итак, один от Айдера Муждабаева. Детей уже нет тут, отлично. Можно сказать, как есть. Собчак, как и ей подобные эти незакрывающие трудового рта русские либералы в кавычках, со всеми их мыслями про Украину, со всеми их, блять, претензиями и выводами, со всеми их телеканалами, сайтами, радиостанциями, тусовками. Это просто ебанько и моральные уроды. И все. Айдер Муждабаев. Беги, Украина, беги. Пропустил я за время наших обучающих курсов в эти выходные выступления дочки Собчака. Мне кажется, и это касается не только Собчак, но и других «либералов» в кавычках, что прежде чем указывать украинскому президенту, неплохо было бы добиться схожих вещей и от своего. От родного почти. Ну, для начала законы Димы Яковлева и Яровой отменить, как минимум. Прекратить блокировать не только украинские, но и российские новостные сайты. Добиться от Путина отмены эмбарго и возвращения к Конституции РФ. Вернуться к международно признанному правовому статусу полуострова, что был до марта 2014 года. Добиться прекращения поддержки террористов Донбасса. И вот это, опять же, как минимум. А потом можно и о Бьянтексе, и о Первом канале поговорить. Хотя Боинг-рейса MH17 уже не приземлится никогда. Никогда и мертвые, военные и гражданские, убитые в Донбассе, не воскреснут. Так что рот лучше закрыть и приготовиться к следующему уру. Это когда дней через десяток Украина введет визовый режим с Россией. И правильно сделает. Беги, Украина, беги. Андрей Волна.